здравствуйте друзья хотел рассказать об интересной статье который я сегодня прочитал на сайте блумберг они ссылаются там ну автор ссылается на как какой-то источник я не могу судить так сказать о достоверности источника и так далее но тем не менее ссылаются на некий источник который утверждает что сегодня спрос на услуги иммиграционных адвокатов вот сегодня по сравнению с тем как это было год назад да они следят за тенденциями в найме спросе там и так далее и там говорят вы выдумаете только там на айтишников спрос растет нет говорят они есть еще один еще одна профессия можно сказать получившая свой бум от трампа и его политики иммиграционные эта профессия вот иммиграционного адвоката объем спроса на услуги иммиграционных адвокатов за год вырос в восемь раз и я вспоминаю в понедельник до сегодня среда а вот позавчера мы со светлана и ков беседовали и там люди спрашивают а как дозвониться а как добраться а там кто-то еще спрашивает а почему цены растут милый зовут восемь раз за год вырос спрос я могу сказать что поскольку я не один год за этим наблюдаю то спрос рос уже очень существенно рос еще до например крымских событий еще до этого уже пару лет шел какой-то рост рост и в основном этот рост происходил за счет людей которые в бизнесе которые с деньгами которые чувствовали что-то не то надо деньги вывозить и вот как как-то вот валить вот вот этих это было еще пять лет назад а тут за год восемь раз конечно иммиграционный адвокат как бы такая штука что это не наштампуешь как тестировщиков программное обеспечение там за 3 4 5 6 месяцев поэтому такая вот история интересная более того в этой же статье приводится список 20 профессий где происходит наибольший рост найма в онлайне в онлайне так так вот иммиграционные адвокаты идут на четвертом месте вот представьте себе значит список наиболее быстро растущих до профессий в онлайне иммиграционный адвокат на четвертом месте там из них пяток айтишных пяток две две категории из десяти из двадцати это тестеры там программное обеспечение разных типов вот есть там c++ программисты почему-то c++ нет не знаю почему c++ него да потом на двадцатом месте администратор джиры ну вот кто знает тот знает в общем такая такая вроде нехитрая вещь но вот пожалуйста так почему я все рассказываю что иммиграционная политика нынешней администрации напугала и всколыхнула очень очень много людей которые чувствовали себя раньше спокойно в том смысле в каком они были и были так а тут вдруг вот это их бытие стало сомнительным и они пришли к тому что надо что-то делать чтобы не оказаться за бортом в силу изменений в иммиграционной политики я помню такой процесс был когда мы со светланы гражданство получали там 96 год 97 вот тогда там была такая тенденция что люди получавшие не пенсию а пособие по старости вот они не заработали на пенсию но получали пособие иммигранты значит сказали что тем кто гражданство не имеет не давать и тогда все кто получал там что-то но гражданство не имел пошли получать гражданство и выяснилось что там какое-то колоссальное количество людей жили в стране там и 10 и 20 лет и гражданство у них не было вот когда я там присягу принимал там был зал где-то на тысячу человек и но только ведущий там был такой этот ведущий говорит ну как поднимите руки кто в стране там 20 лет и больше там бах значит ползала он это поднимите руки кто 10 лет и больше бах вторая половина зала он это поднимите руки кто меньше десяти лет то там было пять человек вот включая нас вот вот такие как бы процессы были до интересны вот и сейчас то же самое происходит вот я бы это назвал словом всколыхнули всколыхнули какие-то большие массы которые раньше вот как-то жили себе жили а теперь вдруг заволновались а может быть на них уже и наезд произошел тогда я честно сказать даже не знаю что это конкретно за массы я я подозреваю что в основном услугами иммиграционных адвокатов сейчас захотели экстренно воспользоваться те кто уже находится в сша и не не легализован толком вот они пытаются как бы понять не депортируют ли их или может быть как то можно ну ну как то вот вот вписаться в какую-то систему я не знаю поэтому они сейчас побежали к иммиграционным адвокатам не были не были нормально легализованы вот так мне кажется вряд ли это спрос именно из-за рубежа хотя спрос из-за рубежа тоже присутствует но я не думаю что вот люди играющие там green card лотерею например за год стали в десять раз больше обращаться к иммиграционным адвокатам или восемь или даже в два то есть у меня у меня таких ожиданий нет а уж точно информации тем более нет но просто такой интересный факт и я думаю что на нашем канале где много народу интересующегося вопросами иммиграции будут ведь которым будет любопытно и может они задумываются о чем ну и так до кучи интересный факт счастлива